Цены на недвижимость, количество сделок, куда все это дело катится. Продолжаем следить за регионами Российской Федерации и что там творится с рынком недвижимости. Сейчас, перед тем, как мы посмотрим интервью с очередным представителем одного из регионов России, напоминаю, что все наши переклички я складываю в один плейлист на моем канале, который называется «Сводки с недвижимого фронта» и ссылка на него вот здесь. Здесь, блин, или здесь. Никак не могу привыкнуть, с какой стороны эта штука выскакивает на экране. Ну так вот, а теперь переходим к специалисту из города Сочи. Слушаем. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, Дмитрий. Мы с вами встречались последний раз в январе 23-го года. Прошел квартал. И я думаю, что всем будет интересно послушать, что изменилось за эти три месяца в Сочи. Рассказывайте, как там цены, спрос растет, падает. Ну так скажем, многие покупатели ругаются, говорят, цены растут. Продавцы ругаются, говорят, ничего не продается. Короче говоря, ничего не поймешь. Все как всегда, в общем-то, ничего не меняется, да. В самом деле у нас этот квартал ознаменовался такой активной работой, в принципе, для всех агентств недвижимости, наверное, нашего города. Спрос достаточно высокий. И вот, в общем-то, как мы с 3-го января вышли с праздников, еще по сей день не останавливались. Действительно, хороший клиентов поток. Очень много запросов. Единственное, что мы видим, это изменения в запросах и в сегментах, которые сегодня у клиента востребованы. Ну, если пойти так чуть-чуть системно, то что у нас происходит сегодня? Ну, наверное, за эти 3 месяца стоимость на строящиеся объекты именно ЖК в статусе квартиры выросли примерно на 10-15%. Это вот в зависимости от объекта, от локации. У нас не так много сегодня этих объектов. Ну, вот в среднем такой прирост получили объекты, которые сегодня достраиваются у нас очень многие. Это связано как с высоким спросом, как с ипотечными ставками, сниженными именно на этот сегмент субсидиями от застройщика, так и с тем, что объекты подрастают. Многие будут сданы уже в этом году, но это, безусловно, влияет на стоимость квадратного метра. Цены на вторичное жилье. Вообще, рынок для всего вторичного рынка с мая прошлого года были тяжелые времена. Сначала была стагнация, потом было серьезное падение. И рынок вторичного жилья в прошлом году потерял в среднем около 30%. То с января мы уже явно наблюдаем, даже с декабря, что падение стоимости приостановлено. Найти объект с большим дисконтом достаточно сложно. Они, безусловно, бывают. Это когда у человека уже большая просрочка по ипотеке, например, как правило. Или же какие-то там личные долги, кредиты, которые гасятся за счет недвижимости. Но если взять и 100%, то 90% объектов перестали, в принципе, уже снижать стоимость. И какие-то немного, может быть, переросли. Это больше, наверное, относится к самой центральной части города. То, что всегда, в первую очередь, интересует нашего клиента. Рынок загородной недвижимости тоже у нас оживился. И особенно март это показал. И мы прогнозировали, в принципе, еще в декабре, что рынок загородной недвижимости в связи с тем, что был длительный застой в этом сегменте, он начнет потихонечку реанимироваться. И вот особенно март нам показал большое количество запросов и проведенных уже сделок именно на рынке загородной недвижимости. И мы явно наблюдаем, что если в прошлые годы это был покупатель такого среднего достатка, у нас средний дом стоит, ну, наверное, где-то 25-30 миллионов, то сегодня запросы резко разделились. Это клиент 12-15 миллионов дом, пускай попроще, пускай старенький, пускай поменьше, но вот в такой бюджет. Или же очень много появилось клиентов с бюджетами 100 миллионов плюс. Таких домов в Сочи немного и требования со стороны покупателей к ним колоссальные. Это и море, и современность, и большая площадь, и большая территория. Это то, что, наверное, есть, вероятно, в Санкт-Петербурге или в Москве, когда ровное место, зеленые газоны, такие мини-замки, виллы. У нас такой недвижимости очень-очень мало. У нас горы, участки небольшие. Или если участок большой, то это очень далеко. А сегодняшнего клиента это не интересует, ему хочется берег моря, и вот все, и все к нему причитаешься. Поэтому такие клиенты появились, и мы вообще стали наблюдать, что клиент за эти три месяца к нам стал приходить тот, кто, например, никогда не был в Сочи или был там 20 лет назад. Это та категория клиента, которых раньше наш город, в принципе, как ни для проживания, ни для отдыха не интересовал. Они уезжали в Испанию, в Грецию, в Италию на все лето, там пользовались недвижимостью в течение года. И вот сегодня они обратили на нас внимание. Они, ну, кто-то из них уже стал именно покупателем и приобрел объект, но многие присматриваются. Они, в принципе, приезжают, пока знакомятся с нашим городом, мы для них неизвестны, они смотрят, ездят. Лето – это не лучшее, конечно, время и осень у нас, начались уже пробки, у нас уже сезон и полный город, уже отели, особенно где есть бассейн, это 4-5 звезд, они уже на 60% заполнены туристами. И в таком коллапсе, так особенно, много времени выделяют, 2-3 дня, много не посмотришь. Но вот так вот у нас изменился сейчас, скажем, портрет покупателя, несколько иной. Он совершенно отличается от клиента, который был у нас ноябрь-декабрь. Можно вопрос, да, как говорится, а кто эти магические они, кто смотрит за 100 миллионов? Бизнесмены. Краткий портрет, но это что, топы какие-то? Топ-менеджеры, топ-менеджеры, это в основном управленческий состав, или же бизнесмены выше среднего достава, скажем. Это люди, конечно, не среднего класса, а выше среднего класса. Вы знаете, я хочу подтвердить ваши слова, каким образом произошла миграция. Вот, допустим, из Петербурга я знаю несколько семей, которые именно распродали практически всю недвижимость здесь и уехали на ПМЖ в Сочи. И вот мы сейчас готовим несколько таких крупных объектов продажи. Это люди, которые решили изменить, ну, как бы переехать на юга по разным причинам. Вот, то есть, да, действительно, вероятно, из-за того, что границы закрыли, и на Лазурном берегу уже, ну, наверное, можно купить, ну, боязную недвижимость, да, обратили внимание на берег отечественный. Российский. Да, то есть, говорится, берег отечественный, а запросы, как на Лазурном берегу, получается. Да, к сожалению, это так. Это действительно с сегодняшнего дня. Но вот, кроме этого, также сейчас очень изменились требования, потребности у людей, которые инвестировали в наш город. Кто только начинает или кто ранее инвестировал, тоже изменились настроения. Если раньше в Сочи приобретали инвесторы купи-продай, сегодня купили, через год реализовали, получили плюс там 80-100%, пошли дальше. То сегодня у нас, в принципе, мало объектов, которые на старте сегодня строятся. И инвестор чуть-чуть поменял вот свое направление. У нас сейчас в городе такой новый тренд. Это политика и со стороны края, администрации, края администрации нашего города о том, что нам не нужно жилье новое в таких объемах. Это действительно так. У нас нехватка социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник, больниц. Это действительно все перспектива. Есть в планах, есть развитие города. Но в ближайшие три года кардинальная ситуация не изменится по социальной нагрузке. И люди не так уже сегодня активно стали рассматривать наш город для переезда, как стал инвестор заходить, который хочет сохранить денежные средства и получить с него пассивный доход. И поэтому, как город стал перестраиваться со стороны архитектуры и, в принципе, всех пониманий административных города, так и инвестор, сейчас у нас в разработке уже стартовали какие-то проекты и в будущем они будут строиться. Это гостиничные или апартаментные комплексы с управляющими компаниями, которые будут своему собственнику просто приносить пассивный доход. Раньше у нас, безусловно, были такие объекты, но это было такое, ну, несколько местечковое. Там какая-то управляющая компания, кто-то. Всегда приобретали люди для сдачи в аренду, но доходность была не просчитана, потока, клиента потока не было на эти объекты. Сейчас же город заходят хорошие управляющие компании с опытом, со своими клиентами. И вот я думаю, что в ближайшие, в принципе, 2-3 года стратегия, в принципе, развития города идет к тому, что будут развиваться только транспортные развязки, социальные объекты и строятся гостиничные комплексы. И это изменяет, безусловно, и нахождение в городе изменяет наш портрет нашего клиента, потому что все меньше мы видим запросов, и это даже отражается на продаже недвижимости. То есть объекты большой площади плохо востребованы. Возьмем квартиры, продать квартиру 40 квадратных метров и 97, ну, совершенно иное. Оно и раньше так было, но сегодня, в принципе, большие квартиры в плохом спросе. И это говорит о том, что многие уже не рассматривают наш город для постоянного проживания, а больше все-таки это инвестиция. Больше это инвестиция, больше это пассивный доход, и объекты соответствующие стали появляться под эти запросы. Поэтому я думаю, что сегодня наш город интересен вот именно с этой точки зрения. Сегодня есть апартаментные комплексы, они еще не сданы в эксплуатацию, сегодня они еще только там кто-то в ремонтах, кто-то на этапе строительства, но у них уже подписаны договора с управляющими компаниями, уже есть примерный расчет инвестиционный, какую доходность будет давать. И есть уже примерный расчет стоимости, роста стоимости квадратного метра на текущий год, например. И вот эти объекты, то есть если вы инвестор, то я бы в первую очередь обращала на них. Вторичный рынок, да, это больше, конечно, для жизни. А можно тогда, перед тем, как про вторичный рынок поговорим, чтобы закрыть вопрос, да, по инвесторам, какая минимальная точка входа для инвестора в Сочи сейчас тогда? От 10 миллионов. А примерная доходность какая по апартаментам предлагается? Ну вот у меня есть хороший расчет по комплексу, где стоимость, например, апартамента 18 миллионов, его доходность в год будет 3 миллиона. И это был действующий пансионат, который, в принципе, уже имеет наработанное имя, и сейчас он просто на реконструкции. То есть он распродается сейчас. Какие виды дохода они предлагают, вот эти управляющие компании, там, котловой, я не знаю, может быть, есть программы по гарантированному доходу на какое-то время или нет, или вот… Очень разные. Зависит от управляющей компании. Сегодня практически все формы представлены. Самое популярное – это вы при покупке подписываете договор с управляющей компанией, и у вас есть месяц по 2 недели в один из сезонов самому отдохнуть, все остальное время вы не можете пользоваться своей собственностью, она будет в управлении, и минимально, ну, средняя, они ставят 70% заполняемости по году. Сегодня это реально. Везде, где есть какая-то медицинская база, а вот в этих объектах гостиничных с территориями с хорошими запроектированы и будут существовать медицинские центры, и там будет хорошая детская тема везде развита, потому что все все равно едут, как правило, в Сочи – это семейный отдых больше. Вот я думаю, что они в этой стратегии так и продержатся и вряд ли подведут с сегодняшнего инвестора, потому что это такая правдоподобная история. Таймшеры еще не предлагают там судьбу? Нет, нет, пока нет. Как раз то, что вы сказали, что ты покупаешь апарт, но позволяет компания, управляющая жить в своем апарте, только на 2 недели в один. Ну ладно, хорошо. Похожая система, да. Вот, ипотека у нас, конечно же, очень востребована. Все строящиеся ЖК живут и развиваются, в общем-то, за счет ипотечного кредитования. Это и субсидия от застройщика у нас есть, и траншевая ипотека, и самая востребованная сегодня семейная все-таки во всех этих объектах. Вторичный рынок тоже отмечаем, ну, на вторичном рынке меньше, все-таки ставки подросли, средняя ставка там 11,5-12%, 50 на 50 разделился этот рынок при покупке, 50 это все-таки собственные средства, и 50 это за счет ипотечных средств сегодня. А так, по прогнозам, мы ждем очень активный апрель, потому что огромное количество у нас заявок, вот у нас на сегодняшний день только одобренных клиентов, которые висят в статусе даты подписания договора, сегодня только 25 человек. Это вот те, которые ожидают от банков, потому что у нас большая загруженность по банкам, и у нас нет, как в крупных городах, там огромного количества филиалов, чтобы можно было эту запись на кого-то перекинуть. Поэтому люди в ожидании будут ждать неделю, могут ждать 10 дней, когда им будет назначено время сделки. То есть вот... Это на вторичку 25 человек ждут. Это в принципе. Вот в принципе сейчас, вот на сегодняшний день у меня 25 человек в ожидании подписания договора, именно по ИП, это и новостройки, и вторичка. Ну, больше это все-таки новостройки, конечно. Больше новостройки. Вот. Есть также сегодня такие объекты апартаментные, которые интересны юрлицам, когда идет возврат в ДС, чего ранее у нас не было. И таких объектов только два в городе, но тем не менее они есть. И сейчас вот многие руководители предприятий вот в разработке у нас именно там пула ряда номеров, которые будут использовать для нужд своей компании. То есть ранее там 10-15 лет назад это в принципе пользовалось тоже спросом у предприятий. Вот на эти годы как-то таких особых запросов не было. И вот сейчас опять возвращаемся к истории работы именно с предприятиями для своих сотрудников недвижимости. А так, земля, дефицит, цены на этот сегмент не падают, потому что все, наверное, знают, что у нас идет достаточно много судебных разбирательств сегодня с земельными участками. Достаточно много договоров о аренде расторгнуто уже на сегодняшний день в городе. И около 10 тысяч, наверное, сегодня участков у нас под арестами на анализе, на проверке. И те, которые не попали в эту историю, их мало, и они в спросе. И, конечно же, продавцы готовы стоять до победного, потому что они понимают, что такой товар завтра ниоткуда уже не возьмется, земля в ограниченном количестве. Поэтому те, кто задумываются о самостоятельном строительстве дома, выбор невелик. Многие приезжают, а выбрать большого выбора мы, к сожалению, предоставить не можем. Сегодня в этом сегменте своему клиенту. Потому что или в стоимость не попадаем, или арест наложим. Надо ждать. Про намы в территории. В Сочи не ведутся разговоры? Ведутся разговоры. В Марину, да, есть проект. И я не знаю, будет ли он реализован в Лазаревском районе. В принципе, этот район у нас в перспективе в ближайшие три года в разработке у города, освоение этого микрорайона. Там прекрасные пляжи, лучшие вообще в городе. Широкая пляжная полоса. Это такой ровненький район. Единственный его минус – это удаленность от аэропорта. Но когда человек надлительно приезжает, там на месяц отдыхать, то, в принципе, для него это не становится проблемой. Вот если приехать на выходные, то, наверное, это не очень удобно. А если это длительный отдых на лето или осенью на долго, то это совершенно становится не проблемой. Вот, наверное, все. Да, вот в самом начале разговора вы сказали, что рынок в Сочи просел на 30%. Что имелось в виду? Количество сделок уменьшилось в прошлом году на 30%? Нет, это вторичный рынок потерял в стоимости 30% в прошлом году. От марта 2022 года, когда все скакнуло. Извините. Ну, вторичный рынок сильно не скакнул в марте. Он резко остановился у нас в мае. Май и июнь еще пытались сдержать стоимость продавцы. А с июля уже, конечно, потихонечку цены стали падать, падать, падать. И приостановка этого падения произошла уже, наверное, во второй половине ноября, когда более рынок активный к Новому году. Люди прекратили уже снижать стоимость. И снижение было связано ведь не только с падением спроса, что, безусловно, самый, наверное, основной фактор. Было именно связано с ситуацией в стране. Очень многие хотели выехать из страны и продавали срочно. Им надо было здесь и сейчас. А для того, чтобы реализовать быстро, мы понимаем, нужен был дискон. И вот именно эти продавцы сыграли такую основную роль в падении вторичного рынка. Потому что они сбрасывали свои объекты. Им надо было быстро, быстро. Мы хотим через неделю уехать. И не было выбора, надо было снижаться. Ну, значит, можно сказать, что это точечное падение на 30% или в среднем рынок на 30%? Она уже повлияла на все. То есть, когда в одном микрорайоне пять квартир резко падают в стоимости, то основные... Клиент идет только на них. И для того, чтобы реализовать свой объект, продавец был вынужден тоже идти к этой нижней границе для того, чтобы, в принципе, реализовать свою квартиру. То есть, получается, что в итоге вы достигли цен 21-го года? На вторичке – да. Тогда сколько сейчас реально стоит самая дешевая однокомнатная квартира, пригодная для проживания в Сочи? 6 миллионов. Ну, есть и за 4,5, но, на мой взгляд, это, ну, есть. Но это не статус квартиры, это наши, так называемые, жилые помещения. И это небольшая площадь, там, ну, 24 метра, скажем. Но можно найти. А за 6? А более-менее за 6 уже можно найти стандартную квартиру. Средняя где-то 7. Однокомнатная. Получается, как в Питере. Вот я так смотрю. То есть, можно в Питере продать среднюю однушку, там, средних советских серий или даже в некоторых новостройках. Местами у нас есть такие цены. И, получается, можно купить у вас однокомнатную квартиру. Ну, что, нормально. В принципе, да. И мы, в принципе, отметили, вот последние месяцы отметили очень высокую активность в Санкт-Петербурге. Что, в принципе, ранее так не наблюдалось. Очень активно. Очень активно приезжают. И, ну, я не скажу, что это переезд. Мы больше сталкиваемся с людьми, которые хотят для отдыха. Просто часто к нам приезжают. И вот сейчас эта ситуация, наверное, их подталкивает к тому, что все-таки надо приезжать не в гостиницу, а к себе домой. И тогда отдыхать мы будем чаще. Многие так рассказывают. Не зря, да, получается, что я заметил. И вот вы сказали. Да, да. Это прямо можно отметить. Что у нас, можно сказать, города побратимы, получается. В какой-то степени действительно все социальные слои населения вдруг решили перебраться в Сочи. Я уж не знаю, что это реклама. Почему решили именно сейчас. Вы знаете, мне кажется, это такая миграция в две стороны. Вот у меня, например, три семьи в этом году переехали в Санкт-Петербург. И мы здесь реализовывали их квартиры, они уехали туда. Поэтому оно такое все взаимозаменяемое. Ну, ладно, а то я уж испугался, что у нас сейчас из Питера все уедут, никого не оставят. Нет, вряд ли. Учиться-то к вам не еду, да. Все равно многие за детьми уезжают. Именно Москва, Санкт-Петербург. Поэтому, да, это миграция, мне кажется, постоянно. Мы заметили отток клиентов, которые приезжали с маленьким бюджетом в город, покупали что-то маленькое, и многие возвращаются домой. Потому что все-таки у нас дорогой город не только в недвижимости, а в принципе в проживании. И если там по крупным городам есть какие-то там социальные хорошие программы, как там, например, там в Москве, там для пенсионеров, у нас ведь ничего такого нет. И поэтому мы замечаем и отток именно вот в таком в классе эконома, когда люди приехали, год пожили и принимают решение, что нет, надо возвращаться домой. Потому что там есть работа, там все привычно, и там просто продуктовая корзина, даже ежедневная, дешевле. У нас действительно дорог. Хорошо. Ну давайте под конец, знаете, такой всеми любимые прогнозы. Вот вы думаете, что Сочи ожидает, ну хотя бы до середины лета? По спросу, по ценам? Мое мнение, что вторичный рынок чуть-чуть прирастет, сегмент, категория однокомнатные, двухкомнатные квартиры получит плюс 10-15%, 100%, потому что это самый продаваемый, самый востребованный, и поэтому они прирастут. Трехкомнатные, я думаю, что останутся большие квартиры на том же уровне, на котором они сегодня и находятся. Новостройки немного вырастут, все-таки этап строительства растет, и как правило весна для нас всегда активно, и я думаю, что сдвинется сегмент загородной недвижимости, он в принципе, когда молодая зелень всегда более востребован, но замечая из прошлых запросов и то, что будет реализовано, на мой взгляд, это сейчас выиграют те и смогут реализовать свои объекты те, кто будет продавать свои дома с ремонтом. У нас таких домов мало, а основной запрос – это ремонт, ремонт. Достаточно сложно сделать ремонт в чужом городе. И многие застройщики сегодня уже к этой проблеме подходят и стали активно заниматься ремонтами домов. Вот я думаю, что загородка будет в спросе у нас апрель, май, июнь. Новостройки, они в принципе всегда, у них, в общем-то, стабильный спрос из года в год, их мало, у нас действительно их мало. И мы ожидаем высокой активности среди инвесторов по гостиничным комплексам. Это то, что, я думаю, будет вот таким основным запросом на ближайшие полгода, это точно. А там время покажет. Но мы же все понимаем, вот сейчас доллар вырос, ситуация одна, у людей одно настроение. Как мы очень сильно зависим от многих факторов. Поэтому надеюсь, что для... Ваши покупатели найдут то, что нужно нам, а наши продавцы останутся при своем, и сильного снижения не будет. Конечно, никто бы из них этого не хотел. Ну, слушайте, если и так вы сказали, что за год фактически цены на вторички реально снизились в сделках на 30%, то это нормальная просадка. Это ту просадку, которую очень часто просят нормальные покупатели. А ее все ждали, она теперь есть. Фактически, получается, она произошла, и сейчас, наверное, те, кто выжидал, может быть, имеет смысл даже и, ну, как бы, подумать о покупке, тем более, что летний сезон, я вас понял. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Мы очень много силы от нашей. Тогда все. Спасибо. Все, удачи. Счастливо. Ну что, неожиданно. Да, вот такая вот информация по городу Сочи. И если вы все еще хотите купить или продать недвижимость в Сочи, пишите, звоните. Если телефон указан под данным видео, мы вам поможем осуществить вашу мечту. Также предлагаю всем подписываться на мой телеграм-канал «Щегельский о недвижимости без сиропа». Ссылка на который указана под этим видео. Всех риэлторов России приглашаю к себе на интервью. Мы обязательно сделаем интересные обзоры по ситуации на рынке недвижимости вашего города, вашего региона. Пишите и звоните все на тот же номер, который указан под данным видео. Всех остальных зрителей моего канала призываю обязательно писать комментарии. Рассказывайте, что творится в вашем городе с ценами на недвижимость, с количеством сделок. Вы знаете, мы всегда любим переписываться. Пишем друг другу очень много разной интересной информации. Ну и, соответственно, пока. Всем пока. Без сиропа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова